Если подать на коллекторный электродвигатель постоянное напряжение, он вращается. Попробуем сделать наоборот. Присоединим клеммом светодиод и раскрутим ротор электродвигателя с помощью нити. Резко дёрнем за нить, и светодиод вспыхивает, правда, ненадолго. Таким образом, одно и то же устройство может работать и как электрический двигатель, и как генератор электрического напряжения. Рамка генератора нижняя часть синусоиды перевернётся, и график вырабатываемого напряжения будет состоять из вот таких зубцов. Подключим к генератору цифровой вольтметр и запишем эту зависимость. Напряжение за каждые пол оборота ротора возрастает до максимума и опять падает до нуля. Чтобы сгладить эти зубцы, поставим параллельно с генератором конденсатор большой ёмкости и повторим опыт. Конденсатор усредняет напряжение, и зубцы сглаживаются. Линия максимумов в обоих случаях постепенно снижается. Ротор тормозится, его обороты падают, скорость изменения магнитного потока через катушку ротора уменьшается, и вместе с ней уменьшается создаваемое генератором напряжение. В следующем опыте соединим два электромотора переходным валом, чтобы один из них работал как двигатель, а второй как генератор. Электрическая энергия преобразуется в такой системе в механическую, а потом снова в электрическую. Генератор вырабатывает электроэнергию, и светодиод светится. Будем постепенно повышать напряжение на входе электродвигателя и смотреть, как меняется напряжение на выходе генератора. Когда входное напряжение растет, обороты увеличиваются. Когда обороты увеличиваются, вместе с ними растет и выходное напряжение. А что будет, если напряжение генератора подать обратно на вход электродвигателя, чтобы он поддерживал вращение генератора? Неужели у нас получится вечный двигатель? Идея заманчивая, но все же закон сохранения энергии остается справедливым и в этом случае. От двигателя к генератору передается механическая энергия, а от генератора к двигателю электрическая энергия. Если бы потерь не было, эти два потока были бы в точности равны. А при наличии потерь такое устройство рано или поздно остановится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok